Строительство нового дома по 60 лет в ЛКСМ обрастает все новыми скандалами. В апреле недовольство началом работ высказали жильцы окрестных домов. Теперь к ним присоединились и автовладельцы соседней стоянки. Новая стройка преграждает им въезд к парковке. Ходят слухи, что ее совсем закроют. Подробности далее. Автомобильный стояночный комплекс на 60 лет в ЛКСМ хорошо знаком железногорцам. Подземные гаражи, надземные, а также собственно платная парковка в общей сложности стоят в своих недрах порядка 400 машин. И все до одного автовладельцы разом с недавних пор начали испытывать крайние неудобства. И даже больше тревогу за будущее парковки. Причина строительства дома, развернувшийся забор в забор со стоянкой. Ольга молодая мама. Теперь она вынуждена с ребенком пускаться в долгий путь, чтобы дойти до дома. Сейчас, во-первых, перекрыли все. Надо огромный крюк делать. Дождь не дождь, там ветер не ветер. Раза в три увеличился путь наш. То есть и с ребеночком, и не с ребеночком. Вот так вот приходится делать. И еще вот такое, что машины у нас стоят в три ряда вокруг дома. Машин очень много. Очень многие из нашего дома ставятся на стоянку. И когда машины ставят вечером, упираются уже вот бампером просто в стены дома. То есть и на детских площадках, и везде вот на зеленой территории все стоят, потому что машины поставить некуда. Вот ставят новый дом. Опять же, там такая маленькая площадь, что вряд ли там предусмотрена какая-то парковка больше 5-6-8 мест парковочных. И хотят еще что-то с нашей стоянкой сделать. Среди постояльцев этой парковки ходит самая разнообразная информация по поводу того, что же в итоге хотят сделать с этой стоянкой. И ничего хорошего автовладельцам эти слухи не сулят. Я слышала несколько мнений. То есть было мнение то, что стоянку хотят снести и построить вместо нее дом. Слышала такое, что вроде ее не будут сносить, но строят дом. И то есть в момент строительства дома будет вбиваться свай, будут какие-то работы происходить, что все наши плиты начнут ходить, шататься. Потому что там еще кроме стоянки, тут очень много гаражей двухэтажных. Это тоже парковочные места. То есть и стоянки, и гаражи, еще погреба. То есть тоже немаловажно. То есть всем, конечно, хорошо и удобно иметь. Но вот сколько парковочных мест, я даже тут не представляю, сколько много. Она большая. Юрий Курсинов, владелец этой автостоянки, ни о каком сносе, к счастью, документов на руках не имеет. Но и те неудобства, которые соседняя стройка создала уже сейчас, считает серьезной проблемой. А мне перекрыли вход, доступ, основной доступ. По нормам, по всем пожарным нормам, должно быть на данной стоянке два въезда. Пожарный и основной. Мне перекрыли основной, остался только пожарный. Он там. Он не приспособлен для движения пожарных служб. Туда машина большая, сюда не завернет. В случае, если там возгорание какое-то, не завернет сюда даже строительная техника, которую я предусматривал в завершении строительства, то есть длинномер уже не зайдет. Еще в феврале Курсинов получил от застройщиков вот этот документ, в котором его попросили освободить участок, арендуемый эконом-жилстроем для строительства дома. Исторически так сложилось, что именно по той земле проходила дорога к стоянке и тротуар. Владелец стоянки ответил строителям и попросил встречно все же обеспечить клиентам и экстренным службам проезд на стоянку. Также Юрий Курсинов еще 3 марта написал письмо и чиновникам администрации. Ответа пока нет, хотя появившийся забор говорит сам за себя. У меня есть проект этой стоянки, подписанный Гребешковым, причем оригинал, что данный въезд там, где он сейчас закрытый. То есть как получилось, что дом начал строиться и мне вес перекородили, я как-то удивлен сильно. Писал письмо застройщику, писал письмо в администрацию, дата письма 3 марта, ответа до сих пор я не получил ни оттуда, ни оттуда. Сегодня мы обратились за комментарием в администрацию города, но комментировать, как оказалось, некому. Главный архитектор, который в курсе всех этих проблем сейчас в отпуске. Но в телефонном режиме мы все же получили ответ на вопрос, почему же стоянки и гаражей даже нет на плане застройки дома. Оказывается, это потому, что гаражи и стоянка числятся как незавершенное строительство. По сути, та же стройка, что и дом. Это подтверждает и вот этот документ за подписью на тот момент исполняющего обязанности главы города Сергея Проскурнина, где, к слову, уточняется, что строительство нового дома никоим образом не повлияет на сложившийся порядок парковки. А проектная документация нового дома уже предусматривает место для машин будущих жильцов. Однако вопрос с проездом к стоянке, конечно, остается открытым. Формально стоянку, наверное, даже можно закрыть на основании отсутствия положенных двух проездов. А потому хозяин парковки за защиту своих прав и прав своих клиентов намерен обратиться в прокуратуру города.